С вами вечерний политпросвет. Сегодня мы поговорим об одном знаковом мероприятии, которое давеча прошло нигде-нибудь. В стенах Государевой Думы называлось оно потрясающе. Невыносимая русскость бытия. Принимали участие самые разные люди, о них мы поговорим в дальнейшем. Пока же нужно сказать, чем результировалось данное действие, даже мероприятием, это боюсь теперь называть именно действие, а может быть даже мистерия. Главный посыл, коей по уверениям участников был возможность донести до общества идею абсолюта через лучшие умы поколения, готовность объединиться вокруг общей цели. Внимание, и вот теперь о результатах. Вокруг общей цели завершить идеологическую гражданскую войну, чтобы вместе построить великое будущее страны. Гражданская война имеется в виду не какая-нибудь, а вот та самая, которая началась с мятежом Чехословатского корпуса в 1918 и продолжалась до 1920 года. у нас в России, да-да-да, вот та самая гражданская война, она оказывается еще не закончена, ее нужно обязательно закончить. Для чего собрать невыносимую русскость бытия, где поучаствуют лучшие умы поколения, которые донесут до нас идеи? Абсолюта, абсолютно, по этому поводу можно говорить очень много или не говорить ничего, но не говорить об этом все-таки, на мой взгляд, нельзя. И прежде чем хоть как-то прокомментировать данные действия, нужно зачитать манифест, каковой завершил данную конференцию, освещенную стенами Государевой Думы. Мы, философы, писатели, политики, представляем различные проекты будущего России, социалистический, евразийский, национальный, имперский, консервативный и прочие различных цветов идейного спектра, красный, белый, синий, зеленый и другие. Какие, голубой, что ли? Мы не знаем, какой из проектов реализуется по воле Господа в будущем нашей Родины. Может быть, Россия, как живой и сложный организм, и не должна развиваться в рамках только одного проекта. Может быть, в будущем России будут сочетаться элементы различных проектов, или они будут непостижимым образом осуществляться параллельно и одновременно. Краткий комментарий, вы уж извините, что я прерываю столь увлекательное чтение. В самом деле, параллельно осуществляться имперский и социалистический, синий и евразийский, национальный и консервативный, а также красный и белый проекты могут только непостижимым образом. Но потому что постичь это человеческому разуму невозможно в принципе, если не сделать некоторых важных оговорок, о котором мы поговорим с вами в конце. Но в одном мы уверены, Россия должна быть. На этой единой платформе мы стоим и заявляем об окончании гражданской войны. Гражданской войны между белыми и красными. Красными и зелеными, которая, с одной стороны, завершилась победой советского проекта сто лет назад, а с другой стороны, а особенно на философском идейном фронте, продолжалась до сего дня. Сегодня снова пришло время объединиться ради спасения России, как и ранее, в 1612 году, в 1941 году, в 1991 году. Простите, а в 1991 году кто объединялся для спасения России? И Россия в каких, извините, рамках? В рамках Советского Союза, Российской империи, Российской Федерации? Вы сейчас о чем, уважаемые? Само существование России под угрозой. Мы вспомним опыт 1612 и 1941, не повторим ошибки 1991 года. Мы не позволим врагам воспользоваться нашими разногласиями и отравить сознание нашего народа ложью и ненавистью к России. Мы заключаем философский союз. Гражданская война имеет тетевую природу. Никто не объявляет ее официально. Народ просто втягивается в кровавое противостояние. Зато и окончить войну могут любые действующие лица, которые возьмут на себя ответственность и инициативу при условии, что остальные участники противостояния присоединятся по себе формально. Воистину, согласие есть продукт непротивления сторон. Вы знаете, что такое ошибка выжившего? Это когда мы читаем историю успеха мальчика из трущоб, который без образования и помощи богатых родственников основал стартап и заработал миллионы. Это в случае статистическая погрешность. Из миллионов таких мальчиков успеха достигает только один. Но именно эту историю все тиражируют. Сие мешает нам формировать правдоподобную картину мира. Очень много таких ошибок выжившего мы слышим от айтишников. Один попал в айти случайно, просто не в ту дверь зашел. Второй откликнулся на вакансию, которая не соответствовала его намерениям. Но самые правдивые истории те, что про труд, старания и усердие. При этом айти сфера, где действительно нужны грамотные специалисты. А отличным стартом для новичка станет изучение языка программирования Python. Ведь он один из самых простых для изучения языков. Что важно, когда вы только начинаете работать в индустрии. Правда, сразу после обучения мало у кого хватает опыта, чтобы устроиться на работу. Но у выпускников курса Python-разработчик от онлайн-школы SkillFactory будет достаточно опыта работы над проектами. Потому что программа в SkillFactory ориентирована на практику. Ребята дают опыт работ уже во время обучения. Вы будете проходить стажировки, выполнять дипломные работы и практические задания от реальных компаний. Яндекса, ВК, Сбера и других. А центр карьеры SkillFactory поможет вам составить резюме и подготовиться к собеседованиям. Если вы все-таки не сможете найти работу после обучения, вам вернут деньги. Переходите по ссылке в описании и оставляйте заявку на бесплатную консультацию. По промокоду ЖУКОВ получите скидку 45%. Не введитесь на неправдоподобную историю успеха. Идите своим путем, который приведет вас к лучшей жизни. Помните творчество Ильфа и Петрова? То есть войну никто не объявляет. Гражданская война в самом деле крайне редко бывает объявляема. Она просто начинается и идет. А вот закончить-то оказывается ее может кто угодно. Кто угодно, если все остальные будут не против. Вот это важно. Мы уже начали процесс объединения русской мысли для спасения Родины в соглашении Дугиной. Имеется в виду Дарья Дугина. И настоящим манифестом продолжаем эту линию. Мы заявляем не о временном перемирии, а о вечном военно-гражданском мире в нашем военно-гражданском обществе. Простите, вы только что философский мир вроде бы объявляли. Философский конец гражданской войны. А вот тут уже как-то и вечный военно-гражданский мир. Вы уверены, что между этими понятиями можно поставить знак «равно»? Знак вопроса. Мы будем способствовать миру всеми философскими средствами. И всем арсеналам идейного оружия. Будем продолжать внутреннюю дискуссию о путях развития России, об идеологии и методологии внутри нашего союза. Но не дадим врагу шанса вбить клин между искренними патриотами Родины и разгромить нас поодиночке. Вы, простите, это всё собирались по воле Бога вроде делать? А вы уверены, что вы сможете философски воспользоваться каким-то оружием одновременно, например, с атеистами? Или, может быть, у вас одинаковые представления о воле Бога с евреями, мусульманами, буддистами? Буддисты, насколько я знаю, вообще не очень-то почитают каких-то богов. Каковые, конечно, в их представлении имеют место быть, но очень слабо отличаются от нас. Это точно такие же твари, которые находятся в сансарском колесе. Евреи нашего Бога за триединого не признают. У них по этому поводу есть категорическая позиция. Для мусульман Иисус Христос не Бог, а пророк. Да, важнейший, но всего лишь пророк. А Бог у них понимается несколько по-другому. Вы как на этом идеалистическом, религиозном, крайне зыбком основании какое-то единство собираетесь строить, друзья мои, философы? Если вы, конечно, философы. Идея, конечно, благая, чтобы там не вбили какой-то клин. Только там не клин придётся в вас вбивать. Точнее, не нужно будет в этот клин вас вгонять, потому что нужно будет просто раскидать песок лопатой. Настолько прочная ваша конструкция. Мы помним о том, что едины, по крайней мере, в двух, но самых важных положениях. Первое. Мы любим свою родину. Априорно и беззаветно. Какую родину вы любите? Потому что родина – это не то место, где ты родился. То место, где ты родился, называется малой родиной. Ну вот, например, я родился в Израиле, живу в Российской Федерации. Израиль будет моей малой родиной. Я родился в Мексике. Живу, например, в Австралии. Мексика будет моей малой родиной. Я родился в городе Клинцы, Брянской области. Вот там моя малая родина. Какую родину мы должны любить? Ну потому что это очень важно, если мы говорим, что это одно из двух определяющих качеств нашего союза примирения и объединения. Что родина – это термин, который требуется определить. Что именно и как, на каких основаниях мы будем здесь любить. Березки, окушки, рябинки, куст ракиты над рекой, край родной, навек любимый. Где же найдешь еще такой? Скажите, а кому будут принадлежать заводы с фабриками, которые построены усилиями всего народа поверх этой самой родины? Это же очень интересный вопрос. Потому что березки и рябины мы, наверное, все сможем любить примерно одинаково. А вот завод мы как будем все вместе любить? Газовые наши вышки, нефтяносные недра, северный морской путь, железную дорогу, уральские месторождения, кузбасские месторождения, всякого разного полезного, якутскими бриллиантами. Опять же, неплохо бы поинтересоваться, вот как мы будем с вами вместе любить якутские бриллианты? На основании какой философской парадигмы? Каковая будет одинакова для всех синих, белых, красных, голубых, зеленых, розовых, национальных, имперских, социалистических, космических, консервативных? Вот скажите, какая наша единая философская платформа, которая позволит всем одинаково, в равной мере, беззаветно любить якутские алмазы, уральский и горно-металлургический комбинат, газпром и силовые машины? Космодром Байконур, Восточный и Плесецк. Ледокол Черномырдин, может быть? Поясните, а то я что-то ничего не понимаю. Ну, вы же философы, вы сами так сказали. Лучшие умы поколения. Давайте поколение, поколите. Ну, это первое. А приорде, безусловно, и беззаветно. Второе. Мы видим, что идеология властных группировок, захвативших политическую власть и философский дискурс на Западе. Я уж думал, они прямо из Госдумы сейчас скажут захвативших власть в России. Но нет. Все в порядке. На Западе. Является враждебной самому существованию России и более того, враждебной человечеству, так как это не что-то иное, как ересь мира и жизни отрицания. Неомальтузианство, социальный расизм и неолиберальный фашизм. Ага. Ну, то есть, дружить мы будем против коллективного Запада. Потому что на Западе является быть какая-то ересь. Ересь жизнеописания, жизнеотрицания, неомальтузианства. Да, я понял. Весь Запад одинаковый. Там абсолютно схожие, единые во мнениях группировки. И все они одинаковые. Ну, вот так вот, да. Я вас поздравляю, если вы на такой платформе собираетесь объединяться, и вдруг у вас получится чем-то у нас тут поуправлять, ни до чего хорошего, вы никогда не доуправляетесь. Потому что вы неадекватны. Ну, потому что на Западе нет никакого единого Запада. На Западе есть интересы США, интересы Германии, интересы Британии, интересы Франции. Если вы это не понимаете, если вы не в курсе, и собираетесь представлять Запад как нечто монолитное, то вам будет очень сложно во внешней политике. Ну, просто чрезвычайно сложно. А раз вы неадекватно воспринимаете реальность, а вы неадекватно воспринимаете реальность. Мажа вот так вот всех одним одинаковым миром. Значит, этот второй важнейший, второй и последний важнейший пункт вашей программы тоже висит некоторым образом в воздухе. Что на Западе есть такого единого? А, они все Россию хотят уничтожить. То есть, какой-нибудь Кардивский Джонни тоже хочет уничтожить Россию. Или какой-нибудь нормандский винодел Сидровар Жано. Или вы только про так называемые элиты говорите. Давайте посмотрим, как эти элиты дружно живут. Ведь вы этими словами, что вы все одинаковые и вы нам враги, очень здорово их подогреваете в том, чтобы в самом деле иметь некое, пускай зыбкое, но поле для объединения. Это ваше отношение к ним. Вспомните, как Ленин, как Сталин поступали с так называемым коллективным западом. Они точно знали, что у нас есть Франция, есть Германия, со всеми ее мерзостями, или наоборот положительными чертами, есть США, и прочее, прочее другое. из каждого нужно работать в отдельности, тем более нужно работать теперь, когда мировая экономика вошла в кризис каковой, покончит и уже почти покончил с мировой глобальной экономикой. Вот у нас сейчас кризис глобализма, а значит никакой глобальной цивилизации, противостоящей цивилизации русской, нету, просто потому, что нет такой цивилизации, кстати, ни одной, ни второй, потому что Россия это не цивилизация, это просто очень большая страна, точно так же как Запад, это цивилизация чрезвычайно условная. У них внутри разные интересы, может быть на противоречиях поработать, вы помните дивиды от импера, разделяй властвуй, но нет, Запад это все это не мальтузианское, неофашистское, но если вы посмотрите внутрь собственной страны, как завещал ваш, наверное, идейный вдохновитель Иисус Иосифович Давыдов, он же Христос, что ищешь ты соринку в глазе брата своего, в своем глазу бревна не замещаешьи, у нас если что вдруг вы не заметили население вымирает то по миллиону только по 600 тысяч в год, это началось до проклятого коронависия, до моровой язвы, до морового поветрия и чумы, и замещать их пытаются, прямо скажем, не самым лучшим образом, не повышением рождаемости и повышением благосостояния собственного населения, а вывозом бедолаг, беднейшей части населения сопредельных республик, что, кстати, получается очень сильно не вполне, потому что после злобесовой короны-то оказывается восстановить мигрантские трудовые резервы не получается. Это вы, может быть, намекаете на что, что неомольтезианство есть не только на злобесовом западе, но еще и у нас внутри? А-а-а, как же так вышло? Вы аккуратнее, тем более, когда находитесь прямо в Государственной Думе, или вы думаете, что подсвечой темнее? Ну, может быть. Итак, мы скрепляем умом и сердцем наш философский союз. Слава истине! Слава великой России! Там подписи замечательные, очень много автографов, и кто-то от руки приписал «Слава Иисусу Христу!» Вот такой потрясающий текст. Моментик один есть. Вот вы, когда собираетесь закончить гражданскую войну, вы почему-то начисто, кроме своих философских размышлений, тоже довольно странных, выпускаете из вида вот какой момент. Гражданская война, свершившийся исторический факт. И вы, оказывается, даже читали школьный учебник, что следует из слов, что советский проект сто лет назад победил, сформировав таким образом удачный социалистический кейс. То есть, гражданская война уже закончилась. Советский проект победил. Вы, собственно, что собираетесь заканчивать? Но, если мы посмотрим во времени еще немного дальше, то выяснится, что где-то так, между 1985 и 1991 свершилась реакционная контрреволюция, приведшая к уничтожению единого государства, единой страны Советского Союза и установлению упадочного реакционного буржуазного режима во всех осколках бывшей великой страны. Это значит, что в гражданской войне все-таки в конце концов победили реакционеры, вот те самые белогвардейцы-февралисты, которые мечтали взять власть еще в 1917 году, окончательно и бесповоротно, наладив наконец в России удачный капиталистический ход. И вот их идейные наследники наладили. Наладили так, что страна развалилась. Но в гражданской войне-то фактически в итоге победили именно они, я не говорю в той давней, в новой, которая развернулась на просторах Советского Союза, победили буржуи. То есть, и эта гражданская война закончена, ну просто по факту. У нас буржуйское правительство стоит у власти, у нас буржуазная вроде бы демократия, буржуазные выборы, 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 и кандидаты всякие тоже есть, и ничего не меняется с годами, в лучшую сторону уж точно. Вы это собираетесь закончить? Нет! Вы собираетесь закончить гражданскую войну, которая имела место сто лет назад. Но если вы думаете о чем-то благородном, а именно о прекращении всякой внутренней вражды в стране перед лицом неамальтузианской угрозы, так да, это очень здорово и нужно бы соединиться вместе. Одна проблемка, заканчивая гражданскую войну столетней давности, вы никакого единения не добьетесь, потому что вы упускаете из виду поражение предыдущего социалистического проекта, проектом буржуазным, в последовавшей гражданской войне. Вы вместо одного политического акта должны рассматривать два вместе в смысловом единении, потому что имелась революция и контрреволюция. Революция победила, а потом победила реакция контрреволюционная. Вот сейчас мы раз и убираем второй акт, оставляя акт первый. В этом первом акте в качестве некой реконструкции событий, что ли, должны соединиться белые и красные. В несомненном примирении, я правда не знаю как, но вот товарищи, находясь в стране, где победили белые, вы прямо сейчас предлагаете красным заключить мир. Сирич при наличии буржуазного правительства просто сдаться. но потому что по-другому этого не бывает. У красных нет своего проекта, реализованного в рамках самостоятельного государства или даже самостоятельной партии. Его просто не существует сию секунду. Да, есть мощнейшее низовое, сетевое, что самое опасное для буржуазии, левое движение, в том числе и прямо коммунистическое, с очень хорошо разработанной теорией, которая применяется и может быть применена на практике. И вы предлагаете этим людям, которые проиграли в гражданской войне, просто заткнуться. Ну, то есть сдаться, перестать бороться за права кого? Так того самого народа, большинства трудящегося населения, которое и является носителем той самой родины, которую вы призываете всех хором любить. Априорно, безостановочно, беззаветно. Наверное, изо всех сил. Ну, что же, я вас поздравляю. Вы предлагаете не остановить гражданскую войну, а подписать капитуляцию. По факту это так, повторяюсь. Чисто логический силогизм. Победившая контрреволюция, имеющееся красное левое движение, которому вы говорите, а теперь у нас гражданский мир. Всё. То есть, остаётся буржуазное правительство и буржуазная идеология, которая под микроскопом очень трудно отличается от западной, потому что она пропагандирует всё те же базовые ценности, право частной собственности на средства производства, всё остальное пыль. Вот есть такое у нас правительство, и оно останется, а мы объединимся. Объединимся вокруг этого самого правительства и, видимо, будем его со страшной силой поддерживать. Несмотря вообще ни на что. Ведь главное любить родину. А вот все эти, прямо скажем, каверзные и недухоскрепные вопросы насчёт Липецкого, Новолипецкого комбината, насчёт нашей энергетики, образования, заводов, пароходов, газет, вот всё это ерунда. Надо любить берёзки, окошки, ненавидеть неамальтузианство, для чего нужно поддерживать буржуазное правительство. Это что? Мир? Нет. Это капитуляция. Мир, друзья мои, заключается по-другому. Мир бывает только и исключительно между победителями и побеждёнными, которым диктует твоё условие. Ваш первый вариант. И второй паритетный мир, когда все получают своё. А что своё вы предлагаете получить в текущих условиях идеологическим наследником советского проекта? Подавляющему большинству нашего народа населения. Что вы предлагаете? Беззаветную любовь непонятно к чему? Ну, то есть, к абстракции, к слову. Третий раз, и четвёртый, и сорок четвёртый, повторю, что родина это понятие, которое нужно определять, что конкретно вы там любите. Ну, а всем остальным останется вот эта вот материальная мерзость, потому что ведь легче же канат протащить через угольное ушко, чем богатому попасть в царство небесное. Вот они тут страдают, понимаете, страдают за нас всех. у них есть страдания от обременения материальным злом. А что есть у носителей красного проекта по вашему миру? Ничего. А значит, это не паритетный мир, это, третий раз, капитуляция. Скажите, а кто вообще согласен на такие условия, на капитуляцию? Там прям несколько человек прекрасных прям были от самоназначенных социалистов, от самоназначенных анархистов, самоназначенные эсеры, и вы представляете, там были даже внимание, левоправые, праволевые, круглоквадратные, тепломягкие. Что это? Есть несколько феерических высказываний, которые невыносимые русскости бытия прозвучали. Вот некто Антоновский. Как я тут оказался? Это вопрос серьезный. Как ты тут оказался? Дефакто мы ведем Третью Отечественную войну против Запада, только теперь у нас нет ни одного союзника на Западе, а это потому у вас нет ни одного союзника на Западе, что вы его априорно считаете монолитом. Может оно и к лучшему, вспоминая, как нас кинули союзники по Антанте. Чтобы выйти в этой схватке победителями, нам нужна полная мобилизация всех патриотических сил левых и правых, всего русского народа. Сегодня раздел проходит уже не по линии красные против белых, левые против правых. Раздел проходит по линии ответа на вопросы чей Крым? Ты за или против СВО? Ты за победу России? Или Безоблок Украина-Запад? Красные, не поддерживающие СВО, такие как Рудой, Клим Жуков, Костя Семин, играют на одной доске с ультраправыми нациками вроде РДК и Капустина, которые расстреливают русских детей. И наоборот, нормальные русские националисты и правые патриоты бок о бок с левопатриотическим флангом нацболами евразийцами сражаются за Россию или возят гуманитарку на передок. Ну и так далее. Невозможно воскресить ни СССР, ни Российскую империю. Нужно построить новую Российскую империю 4.0, вобрав в нее все то лучшее, что было ранее создано в России, где найдется место Шукшину и Достоевскому, Гагарину и Колчаку. Вот это называется как раз то самое объединение. Нам нужно построить не СССР 2.0, а Российскую империю 4.0, где лучшее это Гагарин и Колчак одновременно. Вот воистину пути Господни неисповедимы. Как эти проекты только немыслимым способом, непознаваемым будут существовать вместе. Потому что Колчак, если что, это кровавый пес, осужденный военный преступник, которого не смогли оправдать, даже при Ельцине, хотя бы пытались. Потому что Колчак это палач. Колчак это коллаборационист. Колчак это человек, который напрямую сотрудничал с интервентами, которые в составе сборной 15 разных стран десантировались на наших богоспасаемых берегах. им пособничал Колчак. Вот он точно у нас будет иметь место рядом с Гагарином. Кстати, а почему только Гагарин? Ну ладно, как символ пойдет. Вот Гагарин символ, повторюсь, чего? Прогресса, мощи человеческого разума и всепобеждающей социалистической экономики с позом организации общества и хозяйства. И Колчак, лютый мракобес, который что сделал за время своего правления? Вот эти знаменитые университеты и школы, которые пооткрывал Колчак, или хотя бы планировал открывать Колчак на собственной территории? Или может быть это всего лишь тот мужик, про которого народ помнит только то, что это мундир французский, погон английский, патрон японский, правитель омский. Почитайте протоколы его допроса, он там не сильно стесняется. Справедливо он получил пулю у расстрельной стенки после суда, что удивительно, белые-то они судами не сильно себя утруждали. И вот он у нас будет вместе с Гагарином. Против Достоевского, равно как и против Шукшина, ничего не имею, как против литераторов, а вот идея у Достоевского, прямо скажем, в 21 веке крайне трудноприменимые. И всё это вместе нужно вот так вот сложить, скомкать, скатать в снежок, выстроить снеговика на чём? На фундаменте из песка около морского прибоя. Около морского прибоя истории. Свой подход я уже озвучивал. Героями России должны быть те, кто внёс неоценимый вклад в её развитие, никогда не воевал против Родины. Нет Дзержинскому с его красным террором против русских. Дружище, букварь купи какой-нибудь, чем тебе Дзержинский ты не угодил? Какой к бесовой матери террор против русских осуществлял Дзержинский? Это же просто ложь. Дзержинский я вот знаю, что он с беспризорниками работал и положил своё здоровье ради блага Родины. Хотя сам он был этнический польский дворянин, между прочим. Это к вопросу об едином коллективном вековечном Западе, чёрт возьми. Да, Судоплатову, который убивал врагов России Троцкого и Сухевича. Кстати, за счёт Троцкого это вообще вилами на воде писано, была ли операция, призванная ликвидировать Лейбоу Давидовича Бронштейна. Скорее всего, эта легенда подчёркнута из одного нарративного очень позднего источника, а именно из мемуаров, которые надиктовывал Судоплатов, будучи уже очень старым человеком. Нет шкурок, который воевал за Гитлера. Да, Деникину, который, несмотря на ненависть к большевикам, поддержал Родину в битве против немцев. Да, поддержал в битве против немцев, регулярно встречая в своём французском имяне коллаборационистов из Роа, которых наставлял на путь истинный, которые как-то попадали к нему мимо внимания гестапо, это он так не сотрудничал с немецкими нацистами, а потом стал с удовольствием сотрудничать с ЦРУ. Ну, то есть, с нацистами вроде как нет, хотя да, но с ЦРУ точно да. Он им такие замечательные документы написал, каковые в интернете легко найти. Мы по этому поводу, кстати, подробный ролик записывали, где есть все ссылки на данные документы. Сегодня пришло время быть русским, а не правым, левым, красным или белым. Благо, Россия и её народа должна стоять выше любой идеологии. Любая идеология должна оцениваться так. Что полезного она может дать русским? Да, если мы русские и россияне уравняем как синонимы, ну, то есть, население России, то да, я совершенно согласен. Любая, вообще любая идеология, любая власть, любая форма правления должна оцениваться именно так. А что она может дать россиянам? Хотя бы большинству населения. Ну, потому что, если есть немного обиженное меньшинство или сильно обиженное меньшинство, это, в конце концов, далеко не все. Вот 90% россиян, русских, что они получат от любой идеологии? И, что-то мне подсказывает, что от буржуазной идеологии, той самой, за которую выступали и выступают белые, большинство населения получит то, что получает каждый день. Повышение пенсионного возраста, чудовищный налоговый гнёт плоской шкалы налогообложений, даже регрессивной шкалы, где человек чем богаче, тем меньше платит. Это полное отчуждение от средств производства и даже самого труда зачастую безработица, потому что идёт галопом. Это нищета, чудовищная нищета. 20 миллионов человек, прошу прощения, и 140 живут где-то там, на границе и за границей, только не богоспасаемого отечества, а бедности. Вот это получает народ, когда мы говорим о буржуазной идеологии. А может быть, это идеология и форма устройства общества, которое за 30 лет доказало свою вредность, дорогой Антоновский. Ну, 30 лет, это больше жизни поколения, уже второе поколение выросло при этой власти. Практика критерий истины, практика говорит, что буржуазное устройство вредоносно, что оно даёт полезного русским, а нихрена оно полезного русским не даёт. вот нету никакой пользы в этой власти, вот нету и всё. То есть, нужно выбирать какую-то другую идеологию, правильно? Учитывая, что текущая сломалась. Какую? Сейчас нам ответят. Лично для меня ближе всего русский православный национализм. Вот это поворот. Русский православный национализм. В российской нашей богоспасаемой федерации с кучей разных конфессий и национальностей. Вот русский национализм тебе, дорогой, ближе всего. Ну, я поздравляю. Надо тогда у нас не Российскую Федерацию пытаться спасти, а Московское княжество образца правления Иоанна Третьего. И то с большими вопросами, потому что уже были свои собственные Касимовские татары, мусульмане, служивые, которых никто тогда не пытался перекрещивать на основании русского православного национализма. Ну-ка, этот 15-й век, прошу простить, а сейчас 21-й. Сейчас даже как при Иоанне Третьем тоже не получится. Потому что своими воплями про русский православный национализм в 21-м веке вы нас призываете вернуться головой ну как минимум к графу Уварову с его православием, самодержавием и какой-то народностью. Какова отряда уже когда была высказана, устарела минимум лет на сто, а теперь уже и более чем на двести. А почему нужно любить русский православный национализм? Так как в нем существует плеяда великих мыслителей с готовыми рецептами. Ильин, Солоневич, Солоухин, Тихомиров, Катков, победоносцев. Вот это я понимаю плеяда, вот это я понимаю рецепты. Ильин, который прямо работал на Геббельса цельный год и прямо писал, что много говорили гадостей про Гитлера и Муссолини, но разве меньше от этого стал Муссолини, разве уменьшился от этого Гитлер? Я не могу воспринимать текущие эксцессы с евреями за систему, не могу принимать ее за какую-то общую практику. И пока Муссолини ведет Италию, а Гитлер Германии, у Европы есть шанс. Это писал ваш великий мыслитель с готовыми рецептами, а в 48-м году после окончания Нюрнбергского процесса писал письма только для избранных, где прямо говорил, что фашизм-то хорошо, только слово это употреблять с восторгами больше не надо, уж больно не зафоршмачились. Ну, а Гитлер оказался немного не торт, хотя все думали, что торт. Мы-то думали, по мнению Ильина, что он сейчас большевиков победит, и русскую православную власть начнет восстанавливать, а он нет, он оказывается собирался русских истреблять. Какая внезапность, это до нас только после войны дошло, подкачал немного Гитлер. Вот это рецептура, да? Илья Солоневич, который тоже работал, о ужас, на тех самых нацистов. и записные, просто жуткие реакционеры наподобие Тихомирова и Победоносцева. Вот того самого Константина Света Георгиевича, который что сделал, так он же просто говорил, что демократия это вред, зло, нужна нормальная монархия. Нормальная, абсолютная, феодальная монархия. Мы тут сами управимся. Образования вообще никакого, кроме церковно-приходского для большинства населения не нужно. Это у вас готовая рецептура. У меня просто даже не то, что зла. Удивляться я уже устал. Удивления не хватает. Рецепт Ильина, Солоневича, Солоухина, Тихомирова, Коткова предполагает внеклассовое единение всего нашего народа. Ну, на основании врожденного чувства ранга, которое открыл глубоко уважаемый философ Иван Санчильин. Ну, внеклассовое единение знаете, кто еще предлагал? Внеклассовое единение знаете, кто еще предлагал? Один итальянский журналист и один неоцененный австрийский художник. Они тоже предлагали внеклассовое единение. Потому, что внутри буржуазной демократии внеклассовое единение бывает только одно. Догадайтесь, какое? Христос, стоящий внутри православного националиста, никогда не даст скатиться ему к нацизму, как к светскому национализму без Бога. Вообще-то, у Христа не было ни Елена ни Иудея, вроде бы. Ну, а Ильин, будучи глубочайше православным человеком, прекрасно скатился и к теоретическому, и к практическому фашизму, более того, нацизму. Вот, Ильин, с готовыми рецептами, вы так же хотите, что ли? Я готов общаться с левыми патриотами, которые тоже ставят превыше всего национальные интересы России и тоже верят в Бога, а не в красного вождя. Вы где видели вменяемых левых, которые верят в какого-то вождя? Это, может быть, какие-нибудь невменяемые последователи партии, когда-то основанные при участии Дугина? Да? Нет? А? То есть, если кто-то говорит, что вот смотрите, мы стоим на платформе философского марксизма и ленинизма, вот с такими патриотами ему вообще не по пути, если мы не верим в Бога и верим в красного вождя, то есть, повторяюсь, стоим на философской позиции материализма и диалектики. Нет, надо быть мракобесом, отрицать диалектический материализм Маркса и Ленина, ну и зато верить в Бога. И вот с таким левым товарищ готов сотрудничать. Только это уже не левый. Я даже не знаю, а как это назвать-то вообще? Следующий участник Чадаев. Однофамилец, видимо, известного деятеля 19 века. Легко заметить, популизм тоже бывает и правым и левым. Левый мы за бедных, давайте ограбим всех богатых, правый мы за наших, давайте ограбим всех чужих. Чадаев это как раз право-левый, тот самый загадочный право-левый. И чем же право-левый отличается от просто-левого или просто-правого? Идея право-левого синтеза это идея как-то примирить эти тезисы, чтобы пойти и ограбить кого-нибудь третьего. Вот это философы, которых мы заслужили. Правый, левый. Поняли, что это такое? Это не отнять у богатых и отдать бедным, это не отнять последнее у бедных и отдать богатым, а соединиться и ограбить кого-то третьего. Ну, видимо, чтобы все остальные стали чуть-чуть более богатыми, богатые богатыми совсем, а бедные чуть менее бедными. Это практика империализма. Так делала, например, Британская империя, в которой рабочие жили чудовищно, но всё-таки чуть-чуть лучше. Чем несчастные их коллеги в колониях. Ну, а приличная публика жила просто замечательно в итоге, грабя 480 миллионов человек на планете Земля по состоянию начала 20 века. Вот это я понимаю. Право-левое. Вот, блин, жалко ты с Черчиллем не был знаком. Он бы, наверное, за такую идею всеми руками ухватился, если бы не помер со смеху по дороге. Всё-таки Черчилль был хорошо образованный человек, в отличие от вас. Конечно, отдельное спасибо, что вы сказали, что Клим Жуков, Костя Сёбин, он прямо вот играет на руку каким-то там ультраправым. спасибо огромное. Я прям чувствую, что у меня рыцарские шпоры на пятках отрастают. Прям вот такие вот. Да какие там рыцарские? Я уж скоро герцогом с вами стану от признания моих немыслимых заслуг. Только я это не с вами и вот не с ними. потому, что я стою на позиции вон того бородатого лысого мужика. Я представляю, как это ни странно, насколько могу и в меру своих сил интересы трудового народа, а не каких-то там право-левых врунов, каковыми вы являетесь. Но вы знаете, кто лучше всех высказался по поводу данной конференции? Никогда не догадаетесь. А я бы даже и предположить не мог, что когда-либо поддержу высказывание данного джанжемена. И на сцене появляется барабанная дробь Олег миллиардер Дерибаска. Вот так он прокомментировал данный меморандум. Начавшаяся в 1917 году гражданская война до сих пор тлеет в памяти. Хоть и немногих. И никаким меморандумом на самом деле не обойтись. До сих пор не решены вопросы о реституции национализированной собственности российских граждан, произошедшей более ста лет назад. О восстановлении в правах, об увековечивании в памяти многих героев сопротивления большевистской диктатуры за 70 лет, не говоря про миллионы загубленных и репрессированных казаков, членов их семей, которых в лучшем случае лишили вольности и родины, а в худшем жизни признание этого преступного геноцида должно стать элементом примирения, ведь потомки не забыли и пока не могут простить. Вот дерибаска, молодец! соображение философского вас, дорогой миллиардер, больше, чем во всем этом конклаве лучших людей поколения, лучших умов поколения. Вместо какой-то чушатины, вот это какие-то лево-правые, беззаветно любить, априорно, беззастенчиво изо всех сил, где-то там объединяться, вот он режет нормально, правду-матку, вообще не стесняясь. Сначала бабки вернуть потомкам тех, у кого их отняли. Кстати, эти потомки в основном проживают на Западе, поэтому нужно их отправить, конечно же, на Запад. Естественно, с процентами, еще бы за моральный ущерб неплохо. Ну и так тоже неплохо, согласимся, деньги будут очень недушные. Землю заодно вернуть законным владельцам. Сколько миллионов гектар, между прочим, принадлежало семейству Романовых, интересно. Надо все вернуть Романовым, обидели же. Заодно память жертв тех самых героев, которые сопротивлялись большевистскому диктату 70 лет. Вот с ними расплатитесь сначала, а потом будет примирение. Сначала бабки, потом примирение. Молодец, дерибаска, вот только так и надо. Учитесь, сынки, пока папа живой. Кто вас уму-разуму-то поучит, так дела делать надо. Это называется классовый эгоизм. Единственный эгоизм в мире, который вообще имеет право на существование. Эгоизм классовый, в пользу собственного класса. И никак по-другому не будет у вас никакого гражданского мира. Не будет. Это вам прямым текстом говорит не словоблуд, человек, который материально владеет средствами производства и кое-чего стоит. Не только в рамках нашей страны, но и несколько шире. Это в отличие от вас, дорогие друзья. Дерибаска молодец, материальное впереди. А потом только на этом основании, на этом прочном фундаменте может расти какая-то идеология. Идеология правящего класса однозначно говорит, что вы, красные, пока еще не до конца расплатились. А так как красных у власти больше нет, а у власти есть как расставленники и друзья того самого Дерибаски и компании, но платить они явно не собираются. А кто будет? Все остальные. Методом исключения чисто логически выходит, что это мы с вами. И вот когда мы окончательно расплатимся, вот только тогда настанет гражданский мир. До этого никакого мира не будет. А вы своим меморандумом можете подтереться. Вот так примерно высказался нормальный практический человек. Мне его идеи, мягко говоря, не очень близки. Но вот материалистический подход близок на 100%. И я со своей стороны говорю, что да, гражданскую войну даже в идеологии пора заканчивать в России. Но это может быть только когда одна из сторон победит. Только так. Одна сдастся и согласится на условие другой. Потому что если у вас есть антагонистические материальные интересы, никакого другого примирения быть не может. дружат. Ну а пока можно вообще не беспокоиться. Потому что богоданное буржуазное правительство твёрдо держит власть в своих руках. И ни с кем не мириться, ни тем более делиться этой самой властью не собирается. Подайте Господи, спаси тебя Господи, чтобы ещё сто лет так. И без всяких там меморандумов. Ну а на сегодня всё. Учитесь классовому эгоизму у Олега миллиардера Дерибаски. Не занимайтесь философским идеализмом, особенно субъективным, бо чушь непередаваемая есть весьма досадная разума у человека современного в 21 столетии. И заодно помните, что если вы не занимаетесь политикой, политика обязательно займётся вами. С вами был Вечерний Политпросвет.